Бабруйская Белшина начала футбольный сезон. Самая таямничая команда краины сгуляла первый офицейный матч. Узгадаемый межсезонный клуб изменил тренерский штаб, большую колькость игроков дадал спис спонсоров замежного инвестора и закрылся на несколько месяцев от болельщиков и журналистов. Сустреша с новополским нафтаном на Кубок Беларуси завершилась для Бабруйской Белшины с ничейным ликом 1-1. Это стадо 4-финалу. А в пятницу керауниство клуба агучило метренный сезон. Среди яких перемога у турниры, гульня у лизы Европы, а так само мара узняться на пьедыстал у чемпионате краины. Пачуть гэта на так звану презентацию пришло сотню человек. На ёй журналисты-балельщики доведалися про нового инвестора. Им стала приватная кампания з Расии. Яна взяла под контроль программу развития и комплектацию клуба. Новых игроков и головного тренера Владимира Яжурова Бабручані змогуть убачать другого красавяка, калі Белшина сгуля у стартовым тур чемпионат Украины супрать Минскіх Крумкачоу. Я ще один вядомый клуб в області, який пакуль гуляй у першой лизі, Могилівський Днепр так само рыхтується до чемпионату. Дома згуляли у товарескім матчі супрать команды Гомель-Желдор-Транс, Веникспарн-Ганічэйны 2-2. Головный тренер Дняпра знашу, що ліж б на табло зараз не головное. Положительний момент – це те, що я вижу абсолютно професіональне відношення своїх футболістів, вони пытаються змінити, скажімо, себе в лучшую сторону, вони дуже відповідно відносяться ко всіму. Узгадаєм, задача команды на сізон виключно одзіна. Виход у вищайшую лігу. Стар чемпіонату праснікалькі тыднів. Андрей Шуляк, Александр Артемьев, Новинрегіон. Ляши!